Новости продолжают эфир. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Космужу Мартукаев принял министра иностранных дел Мурата Нуртлео. Руководитель внешнеполитического ведомства доложил президенту об итогах участия в работе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также в саммите будущего. Рассказал о состоявшихся переговорах с Антонио Гутеррешем, главами внешнеполитических ведомств иностранных государств и руководителями международных организаций. На встрече был рассмотрен график предстоящих международных мероприятий с участием президента Казахстана. В столице состоялся второй республиканский форум депутатов-маслихатов всех уровней. Организатором выступили представители партии «Аманат». Открыл мероприятие Космужу Мартукаев. С трибуны прозвучали важные инициативы, о главных расскажет Динар Абдерова. На одной площадке депутаты из всех регионов Казахстана собираются уже во второй раз. В этом году республиканский форум провели в столичном дворце независимости. Здесь собрались больше двух тысяч народных избранников, общественных деятелей, а также члены Кабмина. Вопросов, как и предложений, накопилось немало. Главная фишка этого года – участие в форуме представителей шести партий и депутатов, избранных от одномандатных округов. Сделано это не зря. Страна сейчас находится на этапе реализации реформ президента. Успешный результат напрямую зависит от совместной работы депутатов, независимо от политического объединения или местонахождения. Построение справедливого Казахстана – это основополагающая цель масштабных реформ в стране. Граждане убедились в правильности выбранного курса, они выразили полное доверие на прошлом референдуме и президентских выборах. Я думаю, что на предстоящем референдуме мы оправдаем это доверие. Успешная реализация инициатив и реформ президента – это наша общая ответственность. Решить общественные проблемы можно только сообща. Здесь важна связь депутатов с населением. Именно поэтому с этой трибуны народные избранники озвучили чаяния казахстанцев. В их числе – дельные предложения по развитию многородов, поддержке рабочих кадров и национального искусства. Не обошли стороной и вопросы атомной энергетики. Дефицит электроэнергии в стране увеличивается, и развитие атомной энергетики – единственный способ решения этой проблемы. Я учился в США по программе «Болошак». Реактор, на котором я работал, расположен прямо на территории университетского кампуса. Рядом живут студенты и профессора. Казахстан не должен отставать от стран, которые давно прошли этап строительства АЭС. Я вернулся на родину, чтобы внести свой вклад в развитие этой отрасли. Президент, выступая на форуме, назвал проведение референдума по АЭС знаковым событием. Если казахстанцы проголосуют «за», то этот проект станет масштабным за всю историю независимого Казахстана, сказал глава государства. Конечно, возведение строительства атомной электростанции – это долгосрочный проект, но он обеспечит устойчивый прогресс нашей страны на десятилетия вперед. И, конечно же, он создаст условия для подготовки целого класса инженеров и специалистов самого разного профиля. Я уже давно говорил, мы, как нация, должны стать нацией так называемых технарей. Таково веление времени. И эти плюсы в полной мере ощутят наши сегодняшние молодежь и последующие поколения казахстанцев. Сейчас в стране работает народный штаб, который выступает за строительство АЭС. В его составе больше 200 представителей шести партий и общественных объединений. Касымжу Мартукаев назвал их работу успешным примером консолидации. Необходимо планомерно повышать уровень компетенции депутатов-маслихатов. Эффективность маслихатов как ключевого института местного самоуправления напрямую зависит от профессионализма их депутатов. В квалифицированных и компетентных депутатах должны быть заинтересованы прежде всего партии, от которых они выдвигаются. Сегодня было высказано предложение по обучению депутатов-маслихатов. Данному направлению следует уделять особое внимание, чтобы обеспечить эффективную деятельность депутатов-маслихатов. К решению этой задачи должна подключиться Академия государственного управления. А еще президент отметил, маслихаты и акиматы должны работать в тесной координации. Их задача – строго следовать государственной политике. При этом ни депутатам, ни акимам не положено пренебрегать законом. Первые должны держать на контроле вопросы казахстанцев, вторые – быть открытыми для диалога с населением. Касым Жумартукаев порекомендовал принимать смелые решения, не бояться общественной критики и не избегать ответственности. Есть компетенция депутатов-маслихатов, они должны осуществлять свою функцию согласно законодательству. И тем более сейчас депутаты-маслихатов избираются по одномандатным избирательным округам. Раньше по спискам только избирались, а сейчас по одномандатным. У них есть полномочия, они должны работать открыто со всеми, в том числе с акимами, с населением и обсуждать, принимать решения. Задача депутатов – способствовать сближению разных позиций, достижению общих договоренностей и принятию согласованных решений. Такой подход позволит укрепить согласие в обществе и повысить доверие к государственным институтам. Считаю, что развитие Казахстана во многом основано на работающем концепте – диалог, доверие, достижение. На форуме обсуждались не только приоритетные направления работы маслихатов, но и забота о подрастающем поколении. Президент заявил, что нужно поддерживать талантливых детей и поощрять преподавателей. Надо популяризировать среди детей и подростков наших реальных героев. В этом плане недавний грандиозный успех наших шахматисток на Всемирной Олимпиаде. Я думаю, есть все основания гордиться. Наши дети получают награды высшего достоинства на Олимпиадах по математике, физике и другим предметам. Нужно поддерживать таких талантливых детей и поощрять их преподавателей. Недавно академик Асхар Жумадельдаев очень правильно сказал, что наши спортсмены выезжают на Олимпиаду, колотят своих соперников, носы им ломают, а потом в аэропорту их встречают огромные толпы людей, поздравляют, дарят квартиры, машины и так далее. А в то же время есть дети, которые занимают первые места по математике, физике, химии на международных Олимпиадах, а их в аэропорту никто не встречает. Эти и другие вопросы, которые были озвучены на форуме, присутствующим еще предстоит разобрать и углубиться в детали. Но основа все же неизменна. На постоянном контроле депутатов должны быть нужды жителей страны. Долг народного избранника с защитой интересов избирателей, оказавших им доверие. Отмечу, сейчас в стране зарегистрировано больше трех тысяч депутатов маслехатов. Зинараб Дирова Марадихамбаев при поддержке телерадиокомплекса президента 24КЗ. Аграрии страны остро нуждаются в субсидиях. Только в Павлодарской области растеневоды недополучили почти полмиллиарда тенге госдотации. В Алматинской и Восточно-Казахстанской областях в срочном ремонте нуждаются. Это гидросооружения и растительные каналы. Их восстанавливают в разгар поливного сезона. На востоке республики уже несколько лет не могут восстановить крупнейшую плотину и дине. О текущих проблемах регионов руководителям профильных министерств сообщили депутаты региональных маслехатов на форуме в Астане. Параллельно обсуждали возможности изменений в налоговом кодексе. Депутат Мажелеса парламента Ануршан Ашебетов отметил эффективность выборов сельских акимов. Этим акимам, которые прошли через выборы, конечно, доверия населения больше на сегодня. Другое дело, что у них еще недостаточно, так скажем, бюджета четвертого уровня. И в послании в сентябре сказал, и сегодня на форуме отметил, что пилотные проекты по выборности сельских, районных акимов и городов областного значения положительно показали тоже данное направление. К другим темам. Казахстан вместе с соседями будет бороться с распространением опасных заболеваний среди животных. Сенаторы ратифицировали сегодня соглашение об обмене биологическими материалами. Это поможет избежать вспышек новых неизвестных инфекций. Национальную коллекцию пополнят микроорганизмы, которые предстоит изучить отечественным специалистам. По словам депутатов Республики, значительно улучшится лабораторная диагностика. Государства смогут делиться результатами своих научных разработок. Отбирать, упаковывать и перевозить биоматериалы будут в соответствии с международными стандартами и рекомендациями ВОЗ. Соглашение. Председатель Центральной комиссии референдума Анарлан Абдиров встретился с главой миссии наблюдателя от СНГ. Он ознакомил Алинида Анфимова с ходом подготовки к референдуму 6 октября. Аккредитованы от миссии 74 человека. Территориальные комиссии готовы обеспечить открытость электоральных процедур. Я должен отметить очень большую организационно-методическую работу, проведенную Центральной избирательной комиссией по подготовке к проведению референдумов и по заключению штаба миссии, да и в целом миссии наблюдателя от СНГ. Эта работа была проведена в оптимальные сроки и на очень высоком уровне. Познакомились с готовностью работы участковых избирательных комиссий к проведению голосования. И скажу, что по оценке наших специалистов, работающих на долгосрочной основе, сегодня в Республике Казахстан все готово к проведению референдумов. Венгрия после запуска второй АЭС сможет полностью обеспечить страну электроэнергии. Развитие атомной энергетики в этой стране значительно повлияло на инфраструктуру и социальную сферу регионов. Помимо улучшения экологической ситуации, наблюдается рост численности населения, так как тысячи людей получили возможность трудоустроиться. Подробности в сюжете. Я стою в энергетическом сердце Венгрии АЭС Пакш. Объект вырабатывает половину всей потребляемой энергии. Также обеспечивает рабочими местами. Сегодня мы увидим, как работает АЭС и как она влияет на местное население. Атомная электростанция в венгерском городе Пакш действует 1980 года. За это время инфраструктура города значительно улучшилась, а уровень благосостояния населения возрос. Отзываются жители города. Промышленные предприятия обеспечили местных жителей рабочими местами с хорошей заработной платой. Кроме того, повышается спрос на инженерные профессии и смежные специальности. Я родилась в Пакши. Город мне нравится. Здесь я создала свою семью и нашла работу. Несколько раз была на АЭС. Считаю, что это надежная, хорошая, чистая электростанция. Здесь много возможностей. В этот город часто переезжают рабочие семьями. В связи с чем там были построены дополнительные социальные объекты. Увеличилось количество учащихся в детских садах и школах. Местное население считает Пакшскую АЭС гарантом процветания города. Благодаря атомным электростанциям Пакш и Пакш-2 значительно возросла численность местного населения. В этой связи мы построили 20 новых жилых домов в этом году, а также несколько социальных объектов. Для работы в нашей компании стараемся привлекать местных жителей. В среднем на возведение одного здания у нас уходит до 6 месяцев. Пакш также установлен специальный привор для измерения радиации. Устройство принадлежит не Венгрии, а Австрии, которое выступило против строительства АЭС. Соседнее государство установило его в 1990-х годах, чтобы отслеживать уровень радиации опасности. Привор каждые 15 минут отображает текущие показатели. За последние 30 лет не было зафиксировано ни одного случая высоких показателей. На момент съемки радиация составляет 84 нанозеверта, при том, что допустимый показатель не должен превышать 200 нанозевертов. Даже в населениях пункта, где нет АЭС, могут быть такие значения. Информация о текущем уровне радиации находится в открытом доступе. Каждый гражданин может получить доступ к этой информации, которая публикуется на сайте администрации. На данный момент в Венгрии функционирует 4 энергетических реактора, которые вырабатывают 50% всей произведенной и треть потребляемой энергии. Таким образом, страна обеспечивает себе стабильным и дешевым электричеством. В нашей стране один из самых дешевых тарифов на электроэнергию в Европе. Главное, чтобы эта энергия не наносила вреда природе. Самое главное – энергетическая безопасность. В настоящее время первая АЭС производит 2000 мегаватт электроэнергии. А с подключением второй АЭС этот показатель вырастет на 2400. Таким образом, мы намерены производить всю необходимую для страны электроэнергию самостоятельно. Тут работает тысяча человек. При запуске АЭС мы увеличим количество рабочих мест до 10 тысяч. Каждый житель Венгрии имеет право ознакомиться с работой АЭС. На станции работает такой специальный центр общественной информации. Здесь посетители могут ознакомиться с атомной энергетикой, мерами безопасности, а также с эксплуатацией и использованием атомных электростанций. Для этого гражданину необходимо заранее обратиться и оставить заявку на посещение. Глава правительства Хамас Раухе Муштахи убит в секторе газа. Об этом сообщает «Иерусалимпост» со ссылкой на Цахал. По данным газеты, он погиб еще три месяца назад в результате израильского авиаудара по тоннеле, где скрывался. Вместе с ним погибли еще два высокопоставленных представителя группировки. Глава безопасности политического бюро и комитета труда, а также командующий аппаратом общей безопасности Хамас. Представители группировки инцидент пока никак не прокомментировали. Иран сочтет врагом любое государство, которое предоставит свое воздушное пространство, Израилю, заявил министр иностранных дел страны Аббас Ракчи. Его слова приводит иранское агентство СНН. Он также подчеркнул, что в атаке на Израиль 95% ракет поразили свои цели. Министр назвал действия Тегерана оборонительными. Тем временем президент страны Масуд Пазишкиан подчеркнул, что Иран не стремится к войне с Израилем и предупредил о жестком ответе на любые дальнейшие действия Тель-Авива. Это заявление он сделал во время встречи с эмиром Катара. С тех пор, как я занял пост президента, каждая моя речь подчеркивала наши стремления к миру и безопасности. Ни одна страна или регион не могут процветать посреди конфликтов. Мы не стремимся к войне с Израилем. Они обещали нам мир, но их военные убили наших гостей в Тегеране во время нашей президентской инаугурации. На Тайвань обрушился тайфун Кратон. В результате стихии погибли два человека. Еще больше ста пострадали. 9-10 тысяч жителей эвакуировали. По данным метеорологов, порывы ветра достигали 210 км в час. Тайфун повалил деревья. Повреждены административные здания, машины, дороги. Отменены все внутренние авиарейсы, а также свыше 200 международных. Закрыты школы. Сотрудников компании перевели на удаленную работу. Свыше 40 тысяч военных перевели в режим повышенной готовности. Синоптики заявляют, что ураган стал самым мощным за последние 60 лет. В Аргентине начался судебный процесс против медперсонала Диего Марадоне. По делу проходят 8 человек. Нейрохирург, психолог, психиатр и другие. Им предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. В случае признания вины врачам может грозить до 25 лет тюрьмы каждому. Кроме того, суд разрешил перенести останки Марадоне с частного кладбища в общественный мавзолей по просьбе детей футболиста. Это сделано для того, чтобы фанаты могли отдать дань уважения легенде спорта. Напомню, Диего Марадоне скончался на 61 году жизни от остановки сердца 25 ноября 2020 года. Незадолго он перенес операцию и перешел на домашнее лечение. Единственное, что сделала моя потопечная, это выполняла приказы. Когда ей говорили, она умывала его, давала ему таблетки, которые обнаружили при вскрытии. Именно она делала ему сердечно-легочную реанимацию, когда его обнаружили без признаков жизни. Диего знал, что умрет от того лечения, которое ему назначили. Они не пускали других врачей в дом. Они несли ответственность, как медики и дали клятву. Также медсестры не сделали ничего, чтобы предотвратить это. Вы не найдете ни одного звонка от медперсонала с просьбой о помощи. Во время домашнего лечения Диего мучился. Эксперты назвали возможных претендентов на Нобелевскую премию мира. Среди фаворитов выделяют и Ближневосточное агентство ООН по делам беженцев, и Международный суд, а также генерального секретаря ООН Антонио Гутерышев. Возможно, Нобелевский секретный комитет сфокусируется на геополитических конфликтах и гуманитарных организациях, которые помогают гражданскому населению, как секторе ГАЗа, считает директор Института исследований мира ОСЛА Хенрик Урдал. С другой стороны, глава Стокгольмского международного института исследований проблем мира подчеркивает, что в этом году комитет может отказать в присуждении наград, ссылаясь на углубление геополитической ситуации. Так поступали уже пять раз. В случае с ГАЗой, я думаю, что Ближневосточное агентство ООН, помогающее палестинским беженцам, могло бы стать одним из таких кандидатов. Они делают чрезвычайно важную работу для мирных палестинцев. Мы также можем увидеть такого потенциального кандидата, как Международный суд в ГААГе. Он четко заявлял, что Израиль должен взять на себя ответственность за предотвращение геноцида в ГАЗе. Может быть, в этом году комитету Нобелевской премии мира следует просто отказаться в присуждении премии из-за того, что на планете усиливаются конфликты. Мы находимся, возможно, в самом опасном периоде человеческой истории, с которым мы когда-либо сталкивались. Важно уделить этому внимание и отменить вручение премии. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Увеличить количество совместных проектов в сфере бизнеса, культуры и науки предлагает казахстанская молодежь своим сверстникам из Кыргызстана. Эти вопросы обсудили в Бишкеке во время встречи руководителя Республиканского общественного объединения Ассамблея Жастарая Тимура Джумурбаева с представителями Ассамблеи народа Кыргызстана, Минкультуры, Спорта, Информации и Молодежной политики. Бакет Чермашев продолжит. Молодежь Казахстана и Кыргызстана активно взаимодействуют, создавая множество интересных инициатив. Однако, как показывает практика, существует потребность в том, чтобы эти связи стали еще более разнообразными. В разговоре с председателем Совета Ассамблеи народа Кыргызстана Алмамбетом Матубреймовым руководитель общественного объединения Ассамблея Жастары Тимур Джумурбаев сделал акцент на том, что активное участие молодежи в жизни страны – это социальный лифт, позволяющий найти свое будущее. Он предложил кыргызской стороне уделять молодежным инициативам обеих республик больше внимания, при этом учитывая опыт межнационального общения. Это объединяет, дает им возможность раскрыться, быть достойным гражданином этого государства, которым он является. Кроме того, мы должны их поддерживать, всех этносов, которые проживаешь в данной республике, чтобы они не забыли свою культуру, традиции, обычаи, язык, потому что каждая культура порождает свою многоликость. Пример новой волны взаимодействия – международный лагерь «Джастар Дженерейшн-2024». Молодежные лидеры стран Центральной Азии собрались в Алматы с 12 по 14 сентября, и, как выяснилось, взгляды на многие вопросы и проблемы нового поколения схожи. К слову, после удачного проведения лагеря казахстанская сторона выдвинула инициативу организовывать его ежегодно. Эта идея была также озвучена во время встречи в Министерстве культуры, спорта, информации и молодежной политики Кыргызстана. Наши проекты совместные должны нести прикладной характер и нести конкретную пользу для молодых людей Казахстана и Кыргызстана. И, конечно, мы сейчас будем обсуждать вопросы культурного обмена, вопросы научного сотрудничества, вопросы бизнес-сотрудничества между нашими молодыми лидерами. Я надеюсь, что сегодняшние встречи станут первыми шагами в таком очень тесном сотрудничестве между организацией Ассамблей «Джастар» и молодежным сообществом Кыргызстана. Делегация Ассамблей народа Казахстана приехала в Бишкек не только с рабочим визитом, но также для того, чтобы принять участие в церемонии открытия и закрытия открытых детских дельфийских игр государств-участников СНГ. В программе представлены игры на музыкальных инструментах, изобразительное искусство, танцы и даже исполнение песен на языке жестов. Дельфийские игры продлятся до 5 октября. Бакет Чермашев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. Прокуратура Алматы пресекла доступ к суицидальному контенту на телеграм-канале и подала иск о блокировке депрессивного чата. Было выявлено, что 67 подписчиков получали от администратора ролевые команды суицидальной направленности. Суд удовлетворил иск, решение направлено на исполнение в Министерство культуры и информации. Прокуратура также напомнила родителям об ответственном подходе к использованию детьми интернета. Министерство обороны заключило меморандум с организациями, оказывающими психологическую помощь. По словам замминистра Шайхасана Жазыгбаева, такое сотрудничество поможет улучшить психологический климат в воинских частях. Трехсторонний документ предусматривает проведение вебинаров и семинаров для специалистов оборонного ведомства на безвозмездной основе. Они будут посвящены вопросам буллинга, лудомании, суицидов, а также эмоционального выгорания военнослужащих. Жителям села Улькена Алматинской области необходимы новые социальные объекты. Большинство госучреждений там размещены в квартирах многоэтажек. Местные власти сообщили, что на строительство новой врачебной амбулатории выделили уже средства из республиканского бюджета. В конце 90-х население бывшего поселка городского типа Улькен сократилось в несколько раз. Люди уезжали в город. Часть пустующих многоэтажных зданий, построенных в советское время, пришла в негодность. Другая оказалась в частной собственности. А сельский акимат, полицейский участок, почта и врачебная амбулатория разместились в покинутых квартирах. Условия совершенно некомфортные для работы, говорит заведующий врачебной амбулатории Хайрату Экбай. Для тяжелобольных мы вынуждены вызывать скорую помощь из Узынагаша. Она добирается к нам 4-5 часов. А так у нас есть своя санитарная машина. Если с переломом, кто-то отвозим в поселок Приозерск Караганинской области за 130 километров. Если бы отдельная амбулатория у нас была с оборудованием, то такую помощь могли бы сами оказывать, пока вынуждены ютиться в малогабаритной квартире. Амбулатория обслуживает 1600 жителей в квартире, которая находится на втором этаже жилого дома без лифта. Сложнее всего приходится пожилым пациентам. Отдельно стоящее здание, по словам Акима Улькенского сельского округа, Кинжи Мурата Кисенова, в ближайшей перспективе. На строительство амбулатории выделили деньги из республиканского бюджета. Уже определили площадку под здание. Приезжали специалисты, сделали разметку. Конечно, сейчас люди, особенно пенсионеры, испытывают трудности, когда им нужно подниматься на второй этаж в амбулаторию. Я считаю, что отдельное здание должно быть и у Акимата. Так людям будет проще заходить. Сельскую школу построили 37 лет назад, а в 2016-м, говорит директор учебного заведения Алия Укибаева, капитально отремонтировали. Всего в школе 272 ученика. Рассчитана она на 1176 мест. В нашем здании еще находится мини-центр. Там полсотни детей. Работает у нас 81 человек. Больше половины из них – учителя. Отдельные здания для дошкалят в поселке есть, но все требуют ремонта, отмечает местный житель Михаил Скрипов. Садик тот в хорошем состоянии, так что его можно запускать. А этот надо поднимать опять. Коммуникации подводить. Село Улькен находится рядом с озером Балхаш. Здесь три рыбных завода. Встречаться с журналистами владельцы предприятий отказались. А вот местные жители рассказывают, что рыболовство для них – основной вид дохода. Многие, как и Сарсен Дюсибаев, продают рыбу на трассе Алматы-Караганда-Астана. Строительство новых соцобъектов могло бы обеспечить людей рабочими местами, говорят местные жители. Духовное наследие Хаджа Ахмеда-Ясауи обсудили на международной конференции в Астане. Не приняли участие спикер Сената Мулина-Шимбаев, главный муфти Казахстана, Турции, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. Зарубежные и отечественные ученые, тюркологи и востоковеды говорили об изучении трудов Хаджа Ахмеда-Ясауи. Спикер Сената отметил, что исследование духовного наследия великого философа имеет большое значение не только для казахского, но и для всех тюркских народов. Хаджа Ахмед Ясауи занимает особое место в культурной и духовной жизни тюркских народов. Он способствовал распространению и развитию исламской цивилизации на тюркской земле. Труд мыслителя Дивани Хикмет – ценная реликвия для нас. Мыслитель открывает путь к популяризации в обществе человеческой системы ценностей. Его мудрость призывает человечество к добродетели, братству и честному труду. На международной конференции презентовали научный журнал, где опубликовали свои труды ученые из Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана. Наша цель – изучить в полной мере роль духовного наследия Хаджа Ахмеда-Ясауи в жизни тюркских народов. Его труды не потеряли своей актуальности и в наше время нужно подчеркнуть, что популяризация трудов Хаджа Ахмеда-Ясауи послужит сохранению духовного наследия предков и модернизации общественного сознания. 125 лет отечественной нефтяной промышленности исполняется в этом году. Сегодня в нефтегазовом секторе Казахстана трудятся больше миллиона человек. Казахстанско-британский университет, открытый в 2001 году, подготовил около 15 тысяч специалистов для предприятий отрасли. Его выпускники работают не только в Казахстане, но и за рубежом. Сейчас на факультете энергетики и нефтегазового машиностроения учатся 900 студентов. УЗ имеет собственную производственную базу. Практику студенты проходят на нефтегазовых месторождениях. Рашаганакт, Ингиз и Кашаган. Университет сотрудничает с зарубежными партнерами. Это позволяет студентам участвовать в программе международного обмена, проходить стажировку в зарубежных компаниях и получать двойные дипломы. По словам декана школы энергетики и нефтегазовой отрасли Абдуллахата Исмаилова, студенты осваивают современные технологии. У нас есть индустриальный комитет. То есть представители предприятий, компаний делятся опытом в наших совещаниях индустриального комитета, которые проводятся два раза в год, где мы обсуждаем, что сейчас актуально для компаний, какие предметы или технологии уже устарели, можно не давать, какие нужно, наоборот, внедрять. Поэтому мы часто приглашаем на гостевые лекции специалистов из предприятий. Иногда даем модульные курсы. Быть педагогом – ответственная миссия. Айман Дюсимбаева уже больше 30 лет работает учителем химии. За это время подготовила 110 призеров районных и городских олимпиад. Одна из ее учениц заняла второе место на президентской олимпиаде. О том, как она смогла раскрыть потенциал школьников, расскажет Алия Садыкова. Химия – интересная, но в то же время сложная наука. Айман Дюсимбаева сумела пробудить интерес к этому предмету у детей. Многие из воспитанников впоследствии выбрали химию как профессию. Однако учитель считает, что это результат усердного труда самих школьников, а не только ее заслуга. За 35 лет работы в школе она выпустила более 100 учеников, многие из которых стали успешными специалистами. Надо отдать должное нашим гимназистам, что они стремятся к изучению предмета. А в последние годы профессии, связанные с химией и биологией, актуальны и востребованы. Вспоминая свою молодость, учитель признается, что никогда не планировала преподавать. В ее дипломе указаны две специальности – химик и преподаватель. Однако выбор в пользу школы сделан неосознанно. Со временем она поняла, что работать с детьми – ее призвание. Я никогда не думала, что пойду работать в школу, и меня увлечет профессия учителя. Честно говоря, больше всего меня привлекло в учительстве длительный отпуск, первая смена, и мне не надо было сидеть в лаборатории, как мои бывшие однокурсники. Гимназисты с интересом приходят на каждый урок, а все дело в методике преподавания. Айман Дюсимбаева считает, что в время обучения нужно больше взаимодействовать с детьми. Один из методов, когда ответы учащихся оценивают их одноклассники. Айман Шлабайна – это самый настоящий профессионал своего дела. Она очень требовательный учитель, но это только потому, что она хочет, чтобы у каждого ее ученика были глубокие и полные знания о предмете. Также на ее уроках мы используем интерактивные материалы, новые технологии, новые методики обучения учащихся. Айман Дюсимбаева подготовила много успешных выпускников и намерена продолжать свою педагогическую деятельность. Ее цель – помочь детям находить свой путь и добиваться успехов в учебе. Алия Садыкова, Абин Нарымбаев, 24КЗ, Алматы. Уникальные петроглифы «Казалтас» в области ЖТСУ теперь находятся под охраной государства. Специальные таблички были установлены в урочище с петроглифами в ходе экологической акции «Казалтас» от Исбака в рамках «Таза Казахстан». В мероприятии приняли участие общественники, волонтеры, представители движения «За Салгель». По мнению экоактивистки Динары Бакировой, такой бережный подход к памятникам истории культуры служит примером для подрастающего поколения. Это наследие должно сохраниться и передаваться из поколения в поколение нашим потомкам, которые сегодня собрались, в основном дети, молодежь, и хочется, чтобы они знали свою историю, свои корни, свои традиции, обычаи. Кто мы и откуда? В Искаминогорске стартовал международный шахматный турнир «Ускимен Опен». Он собрал известных гроссмейстеров и мастеров из 15 стран мира. Около 200 спортменов с рейтингом от 1900 до 2100. На протяжении 9 дней они будут сражаться в 10 турах по швейцарской системе. Призовой фонд – 50 тысяч долларов. Состязание является вторым этапом Кубка страны. Первый прошел в октябре в мае, а третий пройдет в октябре в Павлодаре. Итоги подведут уже в Истане во время ноябрьского финала. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин